Любое политическое убийство, любой теракт, первым делом люди поворачивают голову в сторону Кремля. Это называется братцевая репутация. Это связанные вещи с Рязанским садом. Часто возбуждаются дела по факту действий, например, западных политиков. Но они же все за рубежом находятся. Как мы разберемся с ними тогда? Увидеть их всех на скамейке правосудия, да, в судебном заседании, ну, пока не реалистично. Расскажите нам лучше об убийстве Немцова. Вы им занимались, и с этого поста, за удачное нераскрытие дела Немцова, об убийстве Немцова, вы стали генеральным прокурором, господин Красный. Здравый смысл. Есть такая штука, здравый смысл. Без чипов, без марсиан, без шапочки испанец. Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, меня зовут Елена Малаховская, а прямо сейчас со мной на связи писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, дед. Да, буквально 10 секунд, как всегда в начале программы, чтобы те, кто не против, поставить нам лайк авансом и таким образом помочь в распространении наших роликов. Сделали это и подпишитесь на Ходорковский лайв, если еще нет. И начинаем. Мы записываем эту программу в понедельник, 1 апреля, но в такие времена живем, что как-то совсем не до шуток и не до розыгрышей. И похороны Навального, выборы Путина и теракт в Крокусе. Как-то многовато все за последний месяц всего того, что мы пережили в информационном плане как минимум. И знаете, такие даже, я думаю, информационные отходники какие-то по фону, поэтому и настроение такое соответствующее, но добавляет в него еще тревожности тот факт, что год назад в это же самое время, я думаю, многие помнят, мы жили, мир весь жил. Почему только мы в ожидании того, что Украина проведет контрнаступление и освободит какие-то свои земли. Теперь же, кажется, все живут в ожидании того, что Путин предпримет новую попытку атаки, новую попытку наступления. В частности, Владимир Зеленский, президент Украины, говорил о том, что ожидает ее в мае и, возможно, июне. И, да, и как вы думаете, конечно, Виктор Анатольевич, решится ли он на это? Больше всего говорят, конечно, про Харьков, что он будет наступать там. Решится ли он еще раз попробовать захватить Украину? Я не думаю, что он захватит Харьков, и даже не думаю, что он серьезно рассчитывает захватить Харьков. Я полагаю, что они прекрасно понимают там в Кремле, что никакого шанса контролировать территории у них нет. У них есть шанс шантажировать количеством просто катастроф, шантажировать катастрофы, возможности причинения военного ущерба. И этой возможностью Путин, разумеется, будет продолжать пользоваться. Это все обращено не столько, ну и к Украине тоже, к тем в Украине, кто уже устал от войны и хочет мира любым путем на любых условиях. Кому надоело и кто хочет просто, чтобы не падали бомбы на его дома, их можно, мягко говоря, понять. И это обращено к Западу, которому предлагается принять путинскую агрессию как данность, как фактор. Он, не знаю, до какой степени он блефует в смысле экономики, но тем не менее, война будет продолжаться. И Западу надо платить, да, продолжать платить деньгами, деньгами. И это провоцирует, не только провоцирует, а подталкивает значительную часть западного электората, избирателей, на то, чтобы они давили на своих политиков, да, оставить уже в покое это. Да, ну, есть где-то там на востоке, да, Украина, Россия, у них там какие-то там свои разборки. Причем тут мы в Вене, в Париже, в Мадриде, в Берлине. Причем тут мы, да, вот это логика. Вот это логика, к которой Путин подталкивает Запад уже два года и продолжает подталкивать. Если будет такая возможность, он, конечно, это сделает. Даст понять, что отдавайте Украину. Просто отдайте человеческого детеныша, как было сказано в сказке, отдайте Украину. Все, и я вам ничего плохого не сделаю, вы сэкономите много денег. Вот простой разговор Путина, обращенный к Западу. И вот он разговаривает таким образом. Мы говорили об этом год-полтора назад, что жестокость бомбометания – это прямой месседж Путину, Украине и Европе. А речь, собственно, о завоевании не идет. Я не думаю, что кто-нибудь в Генштаде уж там всерьез предполагает, что можно захватить Харьков. А главное, ну захват, что здесь захватить? Просто сравнять с землей, да? Ну да, сравнять с землей можно, если НАТО не закрывает небо над Украиной. То сравнять с землей Харьков, допустим, можно. И взять контроль над территорией? Очень сомневаюсь, очень сомневаюсь. Партизанские войны не выиграют. Поэтому я думаю, что речь идет именно о шантаже, о причинении ущерба и о давлении на психику с тем, чтобы Запад сдал Украину и сама Украина сдалась. Ну вот на этом информационном похмелье от переживания и обсуждения тяжелейших мартовских катастроф хочется поговорить немного о конспирологии и в разных ее аспектах. О том, как она прекратила быть, знаете, только уделом какой-то части населения планеты с определенным образом мыслей. И сейчас я попробую продемонстрировать со всех сторон, как это происходит. Вот с чего начну. Пропаганда российская нашла доказательство причастности западных спецслужб к теракту в Крокусе, а именно отставной генерал МВД Овчинский, который когда-то заведовал российским отделением Интерпола. Так вот, он сообщил, что у террористов в голове, вероятно, были чипы, с помощью которых отключили их волю и превратили в животных. Давайте лучше послушаем его самого, потому что пересказывать такой текст – это такое себе занятие. Это исполнители, эти ублюдки. Никто не сомневается. Они, да, им отключили сознание. Там, скорее всего, в комплексе действуют психотропные вещества, нейропсихологическое… Это самое… Программирование. Программирование. И, возможно, еще, это тоже показывает экспертизу, может быть, и чипы вставлены, потому что сейчас нейробиологии позволяют, управляют человеком… Вот эксперимент Илона Маска, когда он из свиней делает людей, это уже… А тут наоборот получилось. А тут, значит, комплекс такой сделан. Ясно, что это уже не какая-то вот просто группа псевдо-ИГИЛа, а это хорошо организованные террористические акты, организованные на уровне западных спецслужб. Только у них есть такие средства воздействия на людей. Понятно. Вот какие средства есть воздействия на людей у западных спецслужб. Хочется, конечно, просветить свою голову или, наоборот, надеть шапочку из фольги. Вдруг на нас тоже как-нибудь воздействовали, Виктор Анатольевич. Вдруг у нас чип там обнаружится. Что делать-то? Я под воздействием облучения скажу вот что. Значит, этот перец, я запомнил его фамилии, он, конечно, верный ученик, верный ученик Патрушева, который много-много лет назад докладывал, как чекисты проникли в сознание Мадлен Олбрэйт. И проникнув в сознание, они узнали, что Мадлен Олбрэйт хочет, значит, отнять у России кусок Сибири. Причем об этом было доложено всерьез. И через какое-то время подробности исчезли, что это Патрушев проник в сознание. О том, что Мадлен Олбрэйт хочет расчленить Россию, об этом говорилось, когда вещи доказаны. Ну, как известно, она хочет расчленить Россию. Слушайте, всерьез это обсуждать невозможно. То есть можно обсуждать только в единственном ключе. Как возможно, чтобы этот полоумный заведовал Интерполом? Как это вообще возможно? Как бы он работал в очистке? Как это вообще? Ну, потому что такие люди бывают, их много, в шапочках из фольги. Там про масонский заговор такой, западный, сякой за марсиане. Все это есть, но только обычно оно в нормальной стране, оно не достигает таких номенклатурных высот. Возможности, да, возможности действительно велики, но я бы не стал все-таки далеко отходить от реальности. А реальность заключается в том, что совершенно параноидальные больные люди в России определяют ее политику. Ну, вот я так и знала, что вы будете говорить о том, что здесь нечего обсуждать. Ну, хорошо, здесь нечего обсуждать. Но, несмотря на то, что 1 апреля сегодня вышла довольно серьезная новость, журналисты-расследователи, в частности из издания «Инсайдер», практически великий, наша расследовательская «Всёрован Доброохотов» Христо Грозев участвовали. До последнего все думают, что это шутка какая-то. Но, тем не менее, давайте обсудим. Значит, супероружие оказалось не совсем конспирологией. Как выяснилось, дань «Инсайдер» совместно с коллегами из западных изданий ГРУ облучала американских дипломатов. Есть такой гаванский синдром, когда чиновникам становилось плохо. И вот, видимо, это работа российских разведчиков. Также журналистам стало известно, что в специальном подразделении создается акустическое оружие. Ну вот, да, 1 апреля, но это, кажется, не шутки. Что дальше? Может быть, на самом деле найдутся боевые комары у российских силовиков? Я не знаю, как там голуби еще летали или чипы, вот как Овчинский обещал. Ну, это никакая, послушайте, это никакая не конспирология. Мы имеем дело с бандитами, причем от обычных бандитов их отличает размеры финансирования, безразмерное финансирование, так сказать, к их услугам все достижения науки, к их услугам казна. И, значит, как сказано у Гоголя, да, бандитов-то ловят, а тут по Гоголю этот человек сам может схватить кого угодно, арестовать кого угодно. Они сами могут арестовать кого угодно, а их никто в России, по крайней мере, арестовать не может. Поэтому это никакая не конспирология, это реальность. У них все достижения науки к их услугам. И, извините, Христогродьев, это вам не этот полоумный с чипом, да, это расследователь, который показал свою точность и эффективность, да, в раскрытии предыдущих, в предыдущих случаях. Поэтому давайте различать. Тут никакой не конспирологии, тут просто возможности. Сложно уже различать, Виктор Анатольевич, что ты с ума сходишь. Облучение, понимаете, вот как отличить, когда, значит, мы всех клеймили, что это за бред, когда они говорили, что их свыше к 5G облучают, а потом выходит Кристо Грозев и говорит, российские спецслужбы реально облучают американских дипломатов. И ты просто не знаешь, что сказать. Нет, ну послушайте. Нет, ну послушайте. Значит, есть здравый смысл, есть здравый смысл и конспирология от неконспирологии. Ну, понимаете, какая штука? Есть, во-первых, знаменитый принцип логики бритва Кама, да? Не умножать сущности сверхнеобходимых. Если что-то можно объяснить в один ход, не надо объяснять в пять ходов. Не надо умножать сущности. Внутри логики, внутри логики. Когда мы видим, да, мы видим этих, значит, мы видим этот ИГИЛ, мы видим выложенную в ИГИЛе эту плёнку, мы видим этих людей, исполнителей. Есть налицо мотивация, да, налицо совершенно очевидные. То есть ничего не противоречит этой версии. Она подтверждается на политическом уровне, на, так сказать, этническом уровне, на уровне просто логическом, повторяю, плёнка выложенного ИГИЛом, да, и так далее. Что, ну, конечно, можно договориться до того, как этот перец, что ИГИЛ находится в тесном сотрудничестве с американскими спецслужбами. Ну, хорошо. Но это требует доказательств, в отличие от того, что нам предъявлено. В случае с Христа Грозьевым, в случае с расследованиями Христа Грозьева, были предъявлены факты, были предъявлены убийцы, были предъявлены документы, да, от авиационных билетов до маршрутов, всё. 15 раз подтверждено и доказано. Это называется расследование. А когда выходит смутный перец, начинает говорить о чипах, которые ЦРУ вставило в бойцов ИГИЛа, ну, да, это такое. Здравый смысл. Есть такая штука, здравый смысл. И если что-то противоречит здравому смыслу, то, видимо, это ерунда. К сожалению, расследование Грозьева не противоречит здравому смыслу. И они подтвердились. И мы видели лица этих убийц. И они подтвердили, что они убийцы. И ничего не было опровергнуто из расследования Христа Грозьева. И всё было очень логично и просто. То есть не просто в смысле расследования, но абсолютно логично. Ничего не противоречило там внутри. А тут сплошные противоречия на первом же шаге. Ну, просто допущение за допущением. Бритва окамы. Не надо. Не надо усложнять простое. Простое в данном случае состоит в том, что в 2018 году Путин радостно объявил, что российские военные потренируются на Сирии, на ИГИЛе. Правда состоит. Простая в том, что угробили 100 тысяч людей, 100 тысяч человек, 100 тысяч жизней угробили. Кто-то из них, наверное, был из ИГИЛа, но большая часть, как и в Грозном, как и всегда, была мирные жители. Угробили десятки тысяч мирных жителей, разминаясь, тренируясь. Но только забомбить Алеппо это мы можем. А защитить граждан собственной страны, в собственной стране, в Крокус-Сити, от пришедших мстить ИГИЛовцев, не можем. Вот и все. Вот в этом состоит простая истина. А еще и следующая простая истина заключается в том, что те, кто все, скажу мягко, проспали, там одну букву можно заменить, но проспали, они теперь переводят стрелки. На ЦРУ, на ЧИПы, на все, что угодно. Чтобы мы обсуждали ЧИПы, ЦРУ. Запад, который организовал, оказывается, Крокус-Сити, не предупреждал, опять-таки, о простых фактах. Вот первый слой. Предупреждали, что будет террор. Американские спецслужбы предупреждали операции. Зачем же, если они сами это делали? Простые вопросы. Их никто не задаст, конечно, на федеральном телевидении. Не будем отвлекаться от негодяев, которые пытаются просто заместить следы. То, что мы видели, это заметение следов, перевод стрелок. Надо, чтобы россияне говорили и думали об этом. Не о спецслужбах, которые в очередной раз угробили сотни россиян. Не защитили, как минимум. Как в Норд-Осте не защитили, в Беслане, в Крокусе не защитили. А потом, как и в Крокусе, в Беслане, в Норд-Осте, пытаются переводить стрелки, чтобы уйти от ответственности. Вот простая, совсем простая суддела. Без чипов, без мурсиан, без шапочки испании. Ну, о том, что у нас Министерство войны и не обороны, я думаю, уже хорошо довольно известно в Белгороде. Мы, в принципе, в Белгороде много обсуждали то, что там происходит. Не будем сейчас задерживаться. А я хочу все-таки еще про конспирологию поговорить, потому что, конечно, одна из главных тем, как минимум, в интернете, в соцсетях, в телеграм-каналах и Ютьюбе на прошлой неделе, был такой, знаете ли, случай. Мужчины, назовем его так, мужчины в синих свитерах. На кадрах из Крокус-сити-холла некоторые телеграм-каналы приметили мужчин якобы в одинаковых темно-синих свитерах, и якобы это ФСБшники, которые там были во время теракта и что-то организовывали, возможно, даже. А вот вы видите фотографии, значит, как сопоставили все те же расследователи при участии все того же Романа Доброхотова, Андрея Захарова, значит, Литаврина из Медиазоны. Они сопоставили и нашли настоящих людей. Это оказались обычные там строители физрук из Подмосковья. Значит, но за эту неделю, пока их нашли, очень разгоралась эта версия. И потом эти расследователи посмиривались, что такая конспирология народная пошла. Значит, народные расследователи появились в большом количестве. Но мне кажется, мало акцентируется в этой теме. Вот на чем внимание. Ну, когда по телевизору все вот эти вот генералы говорят чушь, когда Путин выступает и несет чушь про украинский след. Все видят по карте, что ехали задержанные в сторону Белоруссии, а он говорит, что они ехали, потому что у них было окно на границе с Украиной и так далее. Разумеется, это не вызывает доверия. Если тебе спецслужбы, генералы и Путин врут, значит, они врут зачем-то. И дальше, конечно, люди начинают вот эту народную конспирологию раздувать. А еще, помятую, на фоне вы помните, мы много раз это обсуждали, какой конспирологией считался тот так называемый рязанский сахар. А потом он все меньше и меньше стал походить на конспирологию. Конечно, на этом фоне люди вот на такие истории ведутся. И мне кажется, что важно сказать расследователям спасибо, что они не гнушаются, когда есть возможность проверить и опровергнуть это делать. А вообще я хотела на этом всем фоне спросить вас, Виктор Анатольевич, конспирология опасна, вредна? Ну, она не опасна. Но опасна, что значит опасна? Опасны убийцы. А это просто за компостирование мозгов. Но вы упомянули рязанский сахар. Там-то не было никакой конспирологии. Там были данные. И данные, как сказано, был как его очень нехороший. Они попались. Они лгали, как и в этом случае. Спецслужбы лгали. Спецслужбы попались. У них не сходились показания. Они меняли показания. Тут не было никакой конспирологии. И программа Николая Николаева, криминальное расследование на НТВ, вышедшее по следам рязанского сахара, это была не конспирология. Это было расследование с совершенно ясными отпечатками пальцев спецслужб. Спецслужб, да, и совершенно ясные истории, что это был гексаген таки, а не сахар. Там не было никакой конспирологии. Они объявили это конспирологией. Они объявили тех, кто хотел это внимательного расследования, демшизой, сумасшедшими врагами России. Они, а публика радостно откликнулась. Ну, конечно, ха-ха, я помню. Мне говорят, ну, конечно, Путин взорвал дома. Ха-ха, ты идиот, да? Но это не была конспирология. Это были данные, внятные данные. В данном случае соврали опять спецслужбы. И это тоже не конспирология. Это установленный факт. Много установленных фактов. А по поводу того же, про поводу синих свитерков, и все тут же вспомнили гостей Маргариты Симоньян, вот этих, Петрова и Баширова, да, в синих свитерках. Все немедленно повстанали. Это называется, братцы, моя репутация. Это связанные вещи с Лизанским садом. Если вы в течение четверти века настойчиво лжете и попадаетесь, то каждый раз, когда будут гибнуть люди, когда такое будет происходить, то каждый раз первое, когда любое политическое убийство, любой теракт, то первым делом люди поворачивают голову в сторону Кремля и Лубянки. Не там ли это организовано? Потому что привыкли, что обычно это делается там, и под крышей ФСБ. И когда еще во времена, еще после Норд-Оста, выяснялось, что у старшего Бараева была корочка офицера ФСБ, и Политковская расследовала очень многое, да, о связях чеченских бандитов с... Они все были с корочками, с корочками спецслужб. Это все была очень, мягко говоря, смутная история. Ну, Политковского убили, а тех, кто всерьез это пытался обсуждать, объявили демши Зори. Спустя 25 лет перестали даже удивляться, да. Но репутация есть репутация. Когда такое происходит, первая версия, что это Путин, что это ФСБ. Потому что у Путина нет презумпции невиновности, у Патрушева нет, у них презумпция виновности. Они должны доказывать, что не врут. Насколько они столько раз, не столько раз попадались на вранье, что они должны доказывать, что они не врут. По умолчанию они врут. И поэтому готовность публики в любую секунду поверить симметрично, то есть это с другой стороны от чипов. Им вливают про чипы со стороны ЦРУ, а они верят в любую конспирологическую версию, связанную с тем, что ФСБ, собственно, и Лубянка, организатор теракта. Поверить в это очень легко. Обратите внимание, ничего не мешает в области этической, ничего не мешает этому поверить. Как-то там все жители России, охотно, огромное количество россиян, как-то даже не сомневаются, что это в принципе возможно. Репутация. И, в общем-то, это продолжение темы еще в одну сторону, потому что именно на фоне прошедшего теракта Россия потребовала от Украины выдать главу службы безопасности Василия Малюка. И это так комично выглядело, что оправдываться пришлось целому ген... Ну, то есть как они себе представляют, реально выдаст, есть хоть какой-то шанс отличный от нуля, что они его выдадут. И это так по-идиотски выглядело, что пришлось оправдываться ценному генпрокурору Краснову, причем перед главным прокремлевским, прости господи, репортером Павлом Зарубиным. Это было забавно, поэтому посмотрим на этот фрагмент целиком. Он одну минуту длится. Очень часто видим сообщения о том, что проводятся проверки, часто возбуждаются дела по факту действий, например, западных политиков, по факту действий украинских политиков. Но они же все за рубежом находятся. И как мы разберемся с ними тогда, как мы эти уголовные дела доведем до конца. Павел, вы очень правильный вопрос задаете. Наверное, увидеть их всех на скамейке правосудия, да, в судебном заседании, ну, пока не реалистично. Но могу вам сказать, что у этих расследований есть и другая сторона. Необходимо собрать все документальные доказательства зверствования неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей, чтобы в дальнейшем не дать никому исказить те обстоятельства, которые имели место в реальности. Ну и, безусловно, есть принцип неотвратимости наказания. В дальнейшем мы представим все наши собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде и представим мировой общественности, навека застолбив юридически значимые обстоятельства. Я убежден, что это будет уже скоро. У меня такое ощущение, что Краснов зачем-то это говорит. То есть он прям спланировал, речь написал, и для кого-то, это, видимо, для Путина это говорит зачем-то, для каких-то своих целей. Но Зарубин очень смешной. Он в кое-то веке задает действительно вопрос, который существует в природе к Краснову. И аж сам себе удивляется, какой действительно важный и интересный я вопрос задал. Зачем? Зачем же они это на самом деле делают? Ну, я уже говорил, Гоголя вспоминал, кстати, с днем рождения Николая Васильевича сегодня. Мы 1 апреля записываем эту программу. Я уже вспоминал, да, про жителей города Энн никак не могли понять про Чичикова. Такой ли это человек, которого немедленно надо схватить, или это арестовать, или это такой человек, который сам может арестовать кого угодно. Поскольку головка путинской власти уже давно военные преступники, и они в розыске, и они все по тяжелым статьям Уголовного кодекса любой страны должны быть судимы, и их уже ищут, и они уже преступники, то они теперь изо всех сил делают вид, что это они ловят, это мы ловим вас, а не вы ловите нас. Ах, вы нас ловите, а мы будем ловить вас. Вот и все, вот и мы квиты, вот и мы иноравны. Это как бы восстановление статуса. Мы не бегаем от вас, мы сами вас ловим. Это вообще. А в частности, хотя бы спросить у генпрокурора Краснова, спасибо, Лена, что вы напомнили мне о его существовании, он в прошлой жизни возглавлял расследование об убийстве Бориса Немцова. Не хочет ли он рассказать нам не про преступления украинских военных, не хочет ли он рассказать о каких-то успехах, удалось ли допросить Руслана Геремеева, или на это его власти не хватает, чтобы преследовать украинских офицеров, у него хватает власти. Хватает ли у него власти зайти в Чечню, допросить Геремеева, или по-прежнему это невозможно. Это, напоминаю, главный, не без оснований, подозреваемый в организации убийства Бориса Немцова. Удалось ли, что удалось сделать? Расскажите нам лучше об убийстве Немцова. Вы им занимались, и с этого поста, за удачное нераскрытие дела Немцова, об убийстве Немцова, вы стали генеральным прокурором, господин Краснов. Я просто хочу напомнить всем об этом. Он генеральный прокурор, потому что он вот так вот удачно не раскрыл, умудрился не раскрыть убийство Немцова. Хотя оно было раскрыто. И все более-менее понятно там. Все расследовано там. Но за то, что оно расследовано вот так, и наказание никто не понес, Краснов и стал генеральным прокурором. И теперь он будет лопотать все, что угодно, что ему скажут, и исполнять любые прихоти, и любые хотелки верховной власти. Вот будем сейчас, или в порядке инициативы, будем сейчас разыскивать, значит, украинских официальных лиц. Все это было бы смешно, если бы не было так трагично. Довольно внезапно сегодня в этой рубрике у нас будет экономическая история. В частности, вряд ли кто-то помнит это как дату, но точно помнит это как период своей жизни, если жили в 90-е в России, как кризисный период. А оказывается, именно 2 апреля 1991 года произошел резкий скачок цен на продукты. В марте правительство решилось на то, чтобы, значит, повысить цены. Народ бросился скупать. Образовался дефицит. И вот 2 апреля все обнаружили, что, например, мясо выросло, подорожало в 4 раза, молоко в 3,5, хлеб в 3 раза. И, как пишут историки, недовольство народа настолько усилилось, я в статье в какой-то читала, где поподробнее, чем в Википедии, что вместе с экономическими требованиями у бастовавших после такого рабочих, там были сначала шахтеры, потом еще присоединились заводчане, появилось еще и требование отставки Горбачева. И знаете, о чем я подумала? Вот что о 90-х говорят люди, которые в них жили и были активными, уже в активном возрасте, как-либо о самых голодных годах жизни, либо как о самых свободных годах жизни. А вы, Виктор Анатольевич, какими вспоминаете? А я помню и те, и то, и другое. Это связанные вещи. Свобода приходит ногой, как сказано. Свобода пришла, вот пришла свобода. Пришла свобода производить или устанавливать цены. Это был первый шаг к выночной экономике. Вы знаете, что до Москвы голод добрался осенью 90-го года, я очень хорошо помню эти блокадные очереди, и больше батона в руки не давать. Все это я помню очень хорошо. Но я также помню голодуху в 83-м году в Иркутске. Да, до Москвы это добралось в 90-м году, до России это добралось гораздо раньше. Не было ни за какие деньги. Тут повысили цену, но мясо-то появилось, и молоко появилось, и начались реформы. Продукты-то появились, да, они страшно подорожали. Ну, что поделать? Ну, началась, так сказать, пришла рыночная экономика. Естественно, расслоение, естественно, да, советская уравниловка заканчивалась. Естественно, никакой справедливости человеческой в этом не было, но в этом была историческая, ну, просто, так сказать, историческая справедливость, историческая неизбежность. Потому что либо Северная Корея это с фиксированными ценами и отсутствием всего, либо, да, свободный рынок с огромными перепадами, с огромным драматизмом, с голодухой, да, которая тот точно так же, как все, проклинал. Но проклинал я гораздо больше, должен сказать, вот если вспоминать мои, ну, мои 90-е начались в этом смысле пораньше, там, году 87-м, когда я стоял на молочную кухню, вот, для, чтобы купить чей-нибудь, какой-то рожок и молочко для, кефирчик для новорожденной дочери, а окошко просто не открывалось, и стояли вот такие папаши угрюмы, и ждали, будет молоко или нет, ни за какие деньги, просто не было молока, да, и те, кто в претензиях к Горбачёву за то, что подорожало, да, не в претензиях ли они к тем, кто довёл Россию, которая когда-то кормила всю Европу там, да, чтобы мы пшеницу закупали в Канаде, что к моменту, когда собралось гайдаровское правительство, речь, счёт шёл на недели, на месяцы до голодных бунтов, потому что хлеба не было, шёл танкер, это мне рассказывал один из членов гайдаровского правительства, они следили, как идёт танкер с зерном из Канады, если бы он вдруг потонул, это означало бы, что через пару месяцев начнутся просто голодные бунты в российских, в российских провинциях, так сказать, да, вот, поэтому свободные и голодные, но только мы помним, когда пришла свобода, очень драматичная, очень несправедливая, очень сложная, очень пахучая, разноцветная, с новыми русскими, с чем угодно, да, но тем не менее, мы помним, как очень быстро вдруг выяснилось, что Россия в состоянии прокормить себя, да, что есть и мясо, и молоко, да, а потом появилась и одежда, и так далее, и так далее, и так далее, да, голодные и свободные, голодные и свободные, вопрос, а вот то, что претензии были к Горбачёву, да, который попытался что-то сделать с этой страной, да, которая была, повторяю, на грани голодных лунтов, не по вине Горбачёва, а по вине Легачёва, если уж говорить поимённо, да, но к Легачёву претензий не было, претензии были все к тому, кто попытался что-то сделать, очень хорошо помню эти годы, для меня они годы прежде всего, да, при всём драматизме, прежде всего годы свободы, и это совершенно бесценно, а когда по Франкельному мы часто это цитируем, люди жертвуют свободой в желании обрести безопасность и благополучие, они не получают ни того, ни другого, ни третьего. Весна опять пришла, и лучики тепла, простите мне, и тут Центанту в этой программе, но само как-то пришло в голову, я, очень простой вопрос, погода хорошая, я вот и в Европе у нас, и в России на родине, у меня очень простой вопрос, Виктор Анатольевич, лето же это лучше, чем ничего, правда? Да слушайте, ну это, это вот какое-то в лирическую, в лирическое пространство какое-то, да, выталкиваете, помните, как начинается роман, роман Льва Николаевича Толстого «Воскресенье», это самая длинная фраза в истории русской литературы, Андроников Иракли утверждал, что один чтец умер, захлебнувшись, ему не хватило воздуха, задохнувшись, да, как ни старались люди, собравшись по много тысяч в одно место, вот это вот начинается, но заканчивается, безразмерная фраза заканчивается, весна была весной даже в городе, весна остается весной даже при Путине, и на самом деле, это вы меня вытолкнули уже в лирическую и философскую сторону, но ведь всё равно это жизни другой и другой не будет, и надо всё равно пытаться жить, надо всё равно жить, да, да, весна, да, это всё сопровождается, да, тем, чем сопровождается, но тем не менее, другой жизни не будет, вот эта весна уникальная, как всякая весна, каждый день, каждый твой день, я когда-то сформулировал, сегодняшний день — это лучший такой день, другого такого дня не будет, и весна напоминает об этом, а ещё в метафорическом смысле, да, к весне полагается слово «оттепель», особенно в русском языке, весна — это всё-таки напоминание о том, что время идёт, другое дело, что исторические циклы, политические циклы не так ясно расписаны, как сезонные, но время идёт, и сезоны политические тоже меняются, и всё ещё будет, всё ещё будет, конечно, по крайней мере, вот весна напоминает нам о том, что «оттепель» возможно, видимо, не только в природе. Да, а ещё вы вспоминали сегодня уже про день рождения Гоголя, а я вспомнила, что у вас в Фейсбуке даже есть пост, где вы просите людей поделиться цитатами Гоголя. А почему вы думаете, что люди помнят цитаты Гоголя? Потому что на самом деле я не очень человек, который держит много стихов, а уж тем более прозы в голове, но что удивительно, я всю жизнь помню начало ночи перед рождецом, что последний день перед рождеством прошёл, ясная зимняя ночь наступила, глянули звёзды, месяц величаво поднялся на небо, чтобы посвятить добрым людям, каледовать и славить Христа. Почему вдруг, Гоголь, почему вдруг важно, почему вдруг вы вспомнили, почему вдруг все цитируют? Слушайте, меня так обрадовало, ну не всё же, нельзя же всё время, да, биться головой о кремлёвскую стену и проклинать Путина, да, ну да, Путин, ну да, но день рождения Гоголя, и я предложил в своём Фейсбуке просто любимые цитаты, освежить чувства. Вы не представляете, с какой радостью люди откликнулись на это. Наизусть, я уверен, что так же, как и я, многие не заглядывали в Гугл, да, наизусть куски, любимые цитаты, это же счастье, это то, что нас объединяет, да, в том числе Николай Васильевич Гоголь, да, в том числе великая русская литература, в том числе великая русская, она великая не только русская, но в том числе «Какое счастье, я знаю, русский алфавит», говорил Давлатов, да, «Какое счастье, я знаю, русский алфавит». Это счастье вместе с Давлатовым разделяют миллионы людей и хорошо, что разделяют. Почему Гоголь? Потому что это жизнь, так же, как и весна, потому что это юмор, это свет, это интеллект, это печаль, это человеческая душа, честная, это божественный талант, да. Вот почему Гоголь, потому что, почему и весна, потому что это жизнь, потому что это жизнь, и жизнь не должна закупориваться только в одну физиономию, ботоксную физиономию, там, головы преступной группировки. Нельзя на четверть века закупориться только в Путина. Время от времени надо выходить наружу, что мы и делаем. С весной, с весной, с днем рождения, Николай Васильевич. Спасибо большое, Виктор Анатольевич, что пришли тоже отдельно. Весна и Гоголь лучше, чем Путина конспирология. Казалось бы, такая простая мысль, но мы с успехом ее доказали даже, мне кажется, сегодня даже тем, кто все-таки сомневался. И я только хочу сказать, чтобы вы, уважаемые зрители, от нас без лайка-то не уходили и подписывались на «Ходорковский лайф», если почему-то еще нет. И скоро увидимся. Счастливо. «Ходорковский лайф»